Кто смотрит на эти деревни, может быть, отрагается завистья. Неужели я всё-таки увижу её? Никогда не думала, что будет так больно. Алекс, здравствуй, дорогая. Дик, здравствуй. Я уже думала, что не увижу тебя. Почему ваш телефон не отвечает? Ты знаешь, от нашего коттеджа до ближайшей к деревне почти две мили. Слуг не ноется, до кого уединённых спайдмутой практически нет слуг. К телефону просто не могу подойти. Ну как, у вас хоть и без десерта. Ты знаешь, я нахожусь и на удовольствием самой. Вести домашнее хозяйство, готовить вкусную еду. У нас на сегодня нет слуг, только одна женщина ухаживает за садом. Она живёт в деревне и приходит к нам два раза в неделю. Ты знаешь, у нас такие прекрасные цветы. А наш коттедж — это какая-то жемчужина. Это шанс, который может выпасть только раз в жизнь. Почему его называют соловьями? Я уверена, ты никогда не слышал настоящего соловья. Боже, какое это счастье! Сидеть вечером возле собственного дома и слушать соловья. Кстати, а от куда ты нам звонил? Неужели из лунгана? Да, конечно, нет. Я звонил из бары Древенской гостиницы, где-то путешествует. Я приехал на выходные немного походить. Ты не против, если я вас не ищу сегодня вечером? Нет, Дик, ты не должен к нам приходить. Прошу извинить меня. Я не буду мешать вам на семейном участке. Ну что ты, что ты, что ты, Дик, я... Я просто хотела сказать, что сегодня вечером, но... Что сегодня вечером мы заняты. Ты приходи к нам поужинать, но скажи-то автор вечером. Очень благодарен. Но это зависит от того, при этом он всегда товарищ или нет. Аля, скажи мне правду. Ты никогда не любил меня? Ты сам не на вас дик. Чего ты ждал столько лет? Ты потеряла голову. Разве не так? Тебе, наверное, и в голову никогда не могло прийти, чтобы меня... Может, влюбиться кто-то еще. Ну, Алик, ну как ты можешь такое говорить? Ах да, конечно же. Алик, девушка не первой в молодости, с горбившейся надпишущей машинкой. Не блестающей красотой, пусть сидит. Сидит и ждет, когда ты, разбогатейший и великодушно, ей предложишь свою руку и сердце. Ну, я ведь тебе не мог подойти. За тобой стал улыбаться, мой драгоценный Джеральд. Он буквально не давал тебе шаг наступить без него. Не смей, не смей так говорить о моем муже. Ты ничего о нем не знаешь. Да, но ведь и ты ведь знаешь не больше моего. Как можно узнать человека за одну неделю? Он же совершенно чужой тебе. Ты вышла за него через неделю после того, как его познакомились. Но ведь не каждому нужно шесть лет, чтобы узнать, что он действительно влюблен в девушку. Нет, Алик. Я сразу понял, что полюбил тебя, как мы только встретились. Я думал, что и ты меня любишь. Я тоже так думал. Но когда я не знала, что такое любви? Ты потеряла голову. Я думал, что ты не из тех, которые каждый день влюбляются в рамках. Поэтому я еще уважал тебя как человека. Что ж, очевидно, я ошибался. Нет, Зик, я не из таких. И ты прекрасно это знаешь. Но Джеральд, Джеральд, это реальный человек. Он идеальный муж, мы женаты только месяц. И я, конечно же, не знаю, что ждет нас впереди. Но мы так счастливы. Это лишний раз доказывает, что ты не практик. Что ж, хорошо, если я ошибаюсь. До свидания. Желаю тебе счастья. Чужой. Нет, это ты мне теперь чужой, Дик. Какая прекрасная погода. Добрый день, мам. Что вы здесь делаете? Добрый день, Линда. Я обычно отдыхаю здесь, когда возвращаюсь домой в деревне. И идти остается совсем немного. И домой я прихожу совершенно не уставшей. Кстати, а вы куда собрались? К вам, мэм, не нужно поработать в саду. Но ведь сегодня среда, а вы работаете у нас по понедельникам и пятницам, если я не ошибаюсь. Я так и думала, что вы... Извините, мэм. В пятницу наш сквайер устраивает праздник. Вот я и сказала себе. Мистер Джеральд... Куда дошла я ко мне? Наконец-то я дома. Извините, мэм. Я дошла в саду вот этого. Может быть, что-нибудь важное? Вот я и решила принести это в город. Спасибо, Линда, вы очень любезны. Надо же, доведите свою сайтовичку Джеральда. Он необыкновенно аккуратный на видотищах. Вы знаете, он любит, чтобы мы ели строго в одно и то же время. Он аккуратно распределяет все свое время на каждый следующий день. Ну надо же, смотрите. Женит его на Алекс. Церковь Святого Петра, 14.30. Глупенький мой. Трида, 18 июня. Да ведь это ж сегодня. Девять вечера. Интересно, что Джеральд собирается делать девять вечера? Но уж если бы у Джеральда была какая-нибудь любовная история, то уж и эта книжечка рассказала бы мне все. Этот человек тебе совершенно чужой. Ты ничего о нем не знаешь. А ведь это правда, что я знаю о Джеральде. Джеральду 30 лет, и у него, конечно же, были женщины до меня. Но ведь у меня есть тайна от Джеральда. Этот страшный сон, он снова мне приснился. Как будто муж лежит мертвый, а рядом с ним стоит Дик. И я знаю, что это его рука нанесла роковой удар. Самое ужасное, что я как будто рада смерти Джеральда. Протягиваю руки убийцы и благодарю его. Дик обнимает меня. Что означает этот сон? Предостережение против Дика? Доброе утро, милый, как давно у тебя не было, я так соскучилась. Ну что ты, по-моему, наоборот, я очень быстро вернулся. Джеральд, смотри, что Винка нашла в таком. Теперь я знаю все твои секреты. Не виновен. Кстати, а что с любовным испытанием ты назначил сегодня на 9 вечера? Что? А вот что. Ах, это. Это любовное свидание с очень красивой девушкой. И с какой же? Ее зовут Алекс, у нее красивые волосы и дима и глаза. Джеральд, ну почему же ты мне не рассказываешь? Ну, собственно говоря, я написал это, чтобы не забыть проявить сегодня несколько негативов. И я хочу, чтобы ты мне помогала. Да, юный мой фотограф, ты совсем превратил наш подвал в фотолабораторию. Кстати, а почему это нужно сделать, а сказать, ну где-нибудь вечером? Ну, Алекс, дорогая, все всегда следует точно по небу. Тогда и работу с вами сделаешь, как надо. Вот, Джеральд, как бы я хотела знать о тебе больше. Ну, Алекс, дорогая, ты же все знаешь обо мне и рассказывал тебе о своей жизни. Этот человек тебе совершенно чужой. Ты ничего о нем не знаешь. Ты веришь, Алекс, в эту комнату синей бороды? Лучше не копайся в моей жизни. Почему он так разозлился на Линду? Спустяк, ну какая злоба, он был не похож на себя. А может быть, наоборот, даже и очень похож. А какой он на самом деле? Может быть, он и правда назначил кому-то свидание в девять часов. Он и как бы мог придумать, что собирается проявлять негативы. Доброе утро, дорогой мой, не пойдем сегодня в деревню за закупками? Нет, пойду я один, а ты останешься дома. Это еще почему? Потому, просто потому, что я так хочу. Ну, Джеральд, я хочу, чтобы мы пошли вместе. Да подожди, я только переоделусь. Нет, Алекс, я так решил. А может, он меня ревнует? Разве не могло случиться так, что Джеральд встретил Дико и не сказал мне об этом? Ведь и моя ревность до сих пор дремала, только сейчас проснулась. Ведь то же самое могло случиться и с Джеральдом. Разве не мог он успокоиться о том, чтобы я больше не встречалась с Диком? Записывать такую записную книжку, это же безумие! Впрочем, нет. Это вполне логично. Джеральд всегда записывает свои планы. Неужели? Неужели для него убийство такое же обыкновенное дело, как и всякое другое? Нет, этого не может быть! Но что же спасло меня? Что вообще могло спасти меня? Неужели он жалился надо мной в последнюю минуту? Нет, этого не может быть! Господи, ну что же меня тогда спасло? На праздники старайся от меня отделаться. Я и без тобой. Хочешь ты этого или нет? Нет, Джеральд, пожалуйста, я передумала. Я лучше помасирую виски, у меня все пройдет. Давай сам. Нет, Джеральд, пожалуйста, не надо. Я лучше поем чего-нибудь. Хорошо, я понесу. Может, ты тоже подготовил? Да. О, боже, это ловушка. Надо же как-то бороться за свою жизнь. Я одна, я полностью у него власти. Никому чертать неоткуда. Деревня несколько миль. Надо добраться до телефона. А может, может быть, сказать, что к нам сегодня придет в гости Дим? Если Джеральд отказался его плану в первый раз, то, может, повезет опять. Да нет, такому человеку дважды не помешаешь. Он улыбается, он все решил. Он просто убьет меня сейчас же. А потом позвонит Димку и спокойно скажет, что мы неожиданно уезжаем. Но если бы Дим пришел сегодня вечером, если бы Дим... Стой, спокойно, спокойно. Стас, сегодня мы будем печатать фотографии немного позднее. Что-то есть, не схотелось. А ты что, не сможешь это сделать без меня? Я сегодня немного устала. Да это ненадолго. А кроме того, я обещаю, что после этого ты не будешь чувствовать никакой усталости. Я пойду позвоню. Да, я пойду позвоню Леснику. Леснику? В какое время? Глупенький, ну, конечно же, магазин уже закрыт, но наверняка он дома. Я хочу, чтобы он принес нам хороших, сидячих, отдыхных. Мы славно завтра поужинаем. Он славный старик и для меня делает все. Я пойду позвоню. Алло, это миссис Ленди Форд? Нет. А он еще живет в вашей гостинице. Так пригласите его, пожалуйста, к телефону, это очень важно. Что же делать? Сейчас в мгновение, Дик, возьми трубку. Может, рисуньте грифную трубку, моля о помощи. Боже, не выйдет, он не даст когда-нибудь одного слова. Джеральд, ну, уйди, пожалуйста. Я ужасно не люблю когда-нибудь, когда кто-нибудь слушает, когда я разговариваю по телефону. Ну, пожалуйста, Джеральд. Ты действительно звонишь Леснику? Конечно. Алло, я слушаю, кто говорит? Это... Это миссис Марсин из коттеджа Соловей. Припозите, пожалуйста, к нам. Завтра вечером и принесите шесть хороших селячих отбивных. Мистер Прэдли, извините, что я беспокою вас так поздно, но дело в том, что эти котлеты для меня просто дело жизни и смерти. Я жду вас. Приходите. Завтра... Как можно скорее. Так вот, как ты разговариваешься с Неком. Как? Обыкновенно? Как любая женщина? Как кажется, у тебя хорошее настроение. Да, голова перестала болеть. Спасибо. Сейчас только двадцать пять девятков. На девяти деку спинь прийти. Мне не очень понравился кофе, который ты приготовила. Он горький. Франкер? Я пробовала новый сорт. Я больше никогда его не буду брать, раз он не нравится тебе. Половина девятого. Пора идти в подвал и приниматься за работу. Нет, Джерри, мне... Давай подождем до девяти. Нет, девочка моя, я планировал на это время. Теперь ты пораньше сможешь лечь спать. Ну, ж...